Здравствуйте. Небольшая посылка с Алиэкспресса. Здесь должны быть такие довольно простые визитницы. Что интересно, цена указана откровенно неправильно. Меньше чем полдоллара. 45 центов. Цена не соответствует действительности. Вещицы, конечно, подороже стоили. Но просто я знаю, для некоторых это важно. Какую цену заявляет продавец. Давайте вскроем, посмотрим без лишних плов. Ну, ясное дело, что продавец заявляет, что сделано из кожи и всё такое. Но, скорее всего, вещицы из кожзама и должны быть двух разных цветов. Так и есть. Но через плёнку плохо видно. Да, из всех данных только вот такая вот наклейка. Фокус. Короче, производитель, честно говоря, абсолютно не ясен, но... Ну и чёрт с ним. Открываем, смотрим. Вот такой вот цвет. Фокус. А вторая у нас должна быть чуть светлее. Вот такой вот цвет под натуральную кожу. Так, как устроено всё это дело. Тут два отделения. Ну, не идеально, да, сделано, как видите. Далеко не идеально. Но такой материал оригинальный. Опять-таки, скорее всего, кожзам. Но действительно очень хорошо имитирует кожу натуральную. Возможно, сейчас на экране это не чётко видно, но есть такой. Здесь два отделения. Есть вот такой вот кармашек сбоку. Кстати, что радует, здесь есть подкладка. Соответственно, вещь, скорее всего, чуть дольше прослушать, чем без подкладки. Ну, подкладка, скорее всего, из какого-то полиэстера, надо полагать. Да, тут, конечно, пыль производственная. Всё это как и полагается. Ага, я думаю, что здесь мешает. Понятно. А вот это основное отделение. Опять с подкладкой. Причём подкладку китайцы подобрали в цвет. Что бывает, кстати говоря, не часто. Да, и здесь вот такая вот штука. Скорее всего, это для ключей предназначено. Смотри-ка, даже колечко приличного, более или менее качества. Скорее всего, это что-то вроде ключницы, да? Хотя, ну, по размерам тут далеко не для всех ключей она подойдёт. Для моего ключа точно не подойдёт. Но я не для себя покупал, покупал, так сказать, в подарок. Ну, фурнитура на нейм, надо полагать. Фокус. Да, обычная такая дешёвая китайская фурнитура. Ну, работает. Пока работает. По размерам. Ну, вот стандарты размеров я люблю показывать на спичном коробке. Но так как это визитница, то давайте возьмём визитную карточку, извиняюсь, карточку типа кредитной, да? Ну, в данном случае из Вимаса. Ну, как видите, она с запасом должна входить сюда. Так. Входит? Ну, да. И таких сюда можно напихать довольно много. Улетела. Так. Вторая, наверное, примерно такая же, но всё-таки давайте посмотрим. А то вдруг брак. Ну, опять, как плюс, отмечу, что фурнитуру они подобрали в цвет. То есть, светло-коричневая кожа и светло-коричневая молния. Это бывает далеко не часто. Иногда они оригинальничают. Полиэстер, правда, тот же самый. В смысле, подкладка того же самого цвета. Ну, да ладно, это простительно. Хотя бы молнию они в цвет подобрали. За это большое спасибо им. Ну, и то же самое, да. Тот же, то же колечко заводное. И вот такой вот, якобы, кожаный держатель. Ну, не знаю, сколько он прослужит. Не очень надёжно выглядит, если честно. Так. Да, всё остальное то же самое. Та же самая подкладка из того же самого материала. Ну, качество. Давайте немножко швы покажем. Качество. Ну, опять-таки, не могу сказать, что на высоте. Но, учитывая цену и учитывая назначение данной штуки, в принципе, сойдёт качество. В принципе, сойдёт. А по размерам она абсолютно такая же. Ну, в принципе, так и должно быть. Если кого-то заинтересовало, ссылки дам под видео. Если есть вопросы, постараюсь ответить. На этом всё. Спасибо за внимание. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»